Привет, мои родные! Вы находитесь на канале Бывшая Зачка. Те, кто меня еще не знает, меня звать Светлана. Я в своей жизни отсидела 10 лет. Это 2 года малолетки и 8 лет за Хаданской колонией. Конечно же, на своем канале я ни в коем случае ни одного из вас, ни одного, не пропагандирую и ни одну. И не пытаюсь вам навязать и сказать, что тюрьма – это романтика. Это неправда. На самом деле это совершенно не так. Тюрьма, ничего хорошего в тюрьме нет. Так что оставайтесь здесь и чаще запоминайте одну такую истину – не суди, не судим будешь. Никогда не пытайтесь одеть чужую обувь. Вы в ней не сможете отшагать столько, сколько прошел человек. Никому из нас не дано прожить чужую судьбу. Никому. И судить мы не имеем никакого права. Только Господь Бог, понимаешь? Только Господь Бог может нас осудить. Так что давайте, ребят, будем все-таки добрее. Немножко будем добрее. И не будем, как говорится, вставлять палки в колеса. Зачем? Не надо. Нравится? Смотрите. Не нравится? Уходите. Все. Одну из двух. Так, ребят, ну сегодня тема не об этом. Я, конечно, хотела с вами, знаете, обсудить немножко совершенно другую тему. Вот 26 августа произошла трагедия. Произошла трагедия. Я... Об этом говорят сейчас уже везде. И в интернете об этом говорят. Ну вот ко мне обратился житель этого города. Значит, Владимир, да? Город называется Карасук. Карасук. Это Новосибирская область. Ребят, и вот там произошла такая трагедия. Конечно, это очень... Ну, это страшно. Не дай бог никому. Это очень страшно. Значит, мужчина вечером был на работе там, да? Он косил траву. Косил траву и даже себе представить не мог, что в этом месте, на обочине, может оказаться двухлетний ребенок. Представляете? Двухлетний ребенок оказался там, но он его не увидел. Он его не увидел. И даже после того, когда он совершил на него, закосил, и он даже не видел этого, он спокойно пошел домой, поставил машину, трактор свой, пошел спокойно домой. Трагедия – это не просто трагедия этого мужчины. Это трагедия мамы, естественно, у кого погиб ребенок. Это трындец. И, конечно же, у нас сейчас люди как? Что мог делать ребенок, два годика находился на обочине, там, да, как он туда попал? Мы не вправе судить, как попал ребенок туда. Мы не можем судить маму, которая воспитывала двоих детей в одного. Понимаете? Мы не можем судить. Я, конечно, почитала очень много комментариев, там очень много, что пишут, и алкашка, и тому подобное. Но давайте не будем судить. Вопрос идет не об этом. Вот сейчас, на данный момент, я хочу вам немножко рассказать именно об этом мужчине. Вот представьте, у него, ну, время назад погибает жена. Умирает. Умирает жена, и он остается с тремя детьми. С тремя детьми. Он их не сдает в детский дом, он их сам воспитывает. Воспитывает. Ну, раз такое случилось, что теперь? Он воспитывает, он работает, он не пьет. Он ведет нормальный образ жизни. И вот такая трагедия. Но самое, что интересно, изначально погибает жена. Вот это, знаете, вот как бывает судьба, да, которая вот так захватилась за него и не отпускает. Вот не отпускает она этого мужика. Потом у него загорается крыша. Представьте, просто загорелась крыша. И вот такая трагедия на работе случается. Представьте, конечно, мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. На него возбуждено уголовное дело. Значит, по части 2 статьи 216 УК РФ. Значит, я немножко расскажу вам. Это нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Конечно, ребят, это до 5 лет. Но так как он ни разу не привлекался нигде, значит, ну, у него замечательные характеристики. На данный момент он находится под подпиской. А под подпиской каждый не может находиться. Это значит, для судьи, ну, изначально закрывают на трое суток. Потом происходит суд. За вот эти трое суток следственный отдел должен собрать весомые доказательства, чтобы его заключить под стражу. Но так как у мужчины нормальные характеристики, да, весь город встал, ребят, весь город встал на его защиту. И, конечно же, судья не увидела основания для его задержания. Ой, ребят, у нас просто здесь ремонт идет. Что я хотела сказать? Ну, это говорит о том, что, значит, судья не увидела основания для того, чтобы мужчину взять под стражу, да. Значит, были предоставлены всевозможные характеристики, которые характеризовали его с положительной стороны. И отсюда он, значит, был отпущен под подписку о невыезде. Но что я хочу сказать, ребят, это, конечно, трагедия всего города. Они за него встали горой. Они встали горой за этого мужчину. Они сейчас хотят там писать петиции всевозможные, чтобы как-то помочь мужчине, ну, избежать. Конечно, наказание оно будет. Конечно, скорее всего, что это будет условный срок. Скорее всего, что это будет, ну, какая-то отсрочка, да, приговора. Там, может быть, 82-я статья повлияет. Я не знаю, сколько деткам лет его. И, короче, ну, вот так вот, все это возможно. Я к чему вообще стала говорить и озвучивать это все? Конечно, я оставлю всевозможные ссылочки, значит, на эту трагедию, на этот город, который мне прислали, эти ссылки. И я хочу, ребят, чтобы вы зашли, посмотрели, если там пишется петиция, поддержите. Ну, трагедия уже случилась. От этого никуда не деться. Да, погиб ребенок. Да, это страшная трагедия. Да, но здесь винить абсолютно некого. Здесь абсолютно никак нельзя обвинить мужчину этого, да. Я изначально тоже думала, может быть, халатность. Может быть, он как-то не увидел, отвернулся. Ну, как так, ребят? Он косил траву. Он косил траву, понимаете? И ребенок оказался на обочине. Это тоже вот как этот малыш туда убежал вообще? Как это все произошло? Конечно, безумно жалко маму, безумно этого ребенка. Это я понимаю, это страшно, не дай бог никому. Не дай бог никому такую трагедию, не дай бог. Это страшно, потерять ребенка, это самое страшное. Это страшнее всего, что может быть. Ну, я все-таки думаю, что вы, кто посмотрит, поступите здраво и поможете, поддержите, поддержите нашего гражданина России, у которого такая вот трагедия страшная. Так что ссылочки я вам оставлю. Еще раз я вам хочу напомнить, что эта трагедия произошла 26 августа в городе Куросуке. Сейчас скажу Карасук. Вот чтобы было Карасук. Это Новосибирская область. Ребят, заходите, смотрите. Это есть в интернете. Это можно найти. Есть обсуждание. Даже вот, знаете, ваши комментарии, которые вы там напишите, они сыграют большую роль. То бишь, ну, может быть, все-таки правосудие увидит и услышит и вникнет в эту проблему. Понимаете? Вникнет. И вот к чему я еще хочу вам сказать, насколько все-таки от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Вот насколько все может быть вот так, ну, рядом. Представьте, рядом. И вот просто состояние этого мужчины, представьте, ведь он даже не увидел этого ребенка. А сейчас, конечно же, они расследуют, они это делают. Оказывается, нарушение может быть техники безопасности. То бишь, когда идет косильные работы, впереди должен идти человек. Человек. И за ним только идет косильный этот аппарат, вот эта машина. Оказывается, так должно быть. Если были нарушены, вот это вот была нарушена техника безопасности, то, конечно же, мужик может вхлопаться. Я, вот если, ну, конечно, откуда я могу это знать? Для меня это, ну, это новое что-то. Я не слышала, что такое. И никогда не видела, когда косится трава или еще что-то, впереди идет человек. Никогда я такого не видела нигде. Вот понимаете? Вот еще к чему. Когда вы идете на технику безопасности, и вам читают лекции, слушайте внимательно, слушайте. Везде может быть подвох. Не дай бог, если такая ситуация произойдет, то это страшно просто. Это просто страшно. Ну и, конечно же, вот... Короче, будьте аккуратны. Ребят, просто будьте аккуратны. И знайте всегда, что насколько грань рядом проходит. Понимаете? Грань очень рядом. И очень вас прошу, зайдите, посмотрите, поракомментируйте. Все, что там просят в этой... Ну, сделайте свою какую-то оценку. Помогите. Не дай бог никому оказаться в таком положении. Если мы поможем, придет момент, когда и нам кто-то поможет. Так что, ну, вот такая вот моя громадная просьба к вам. Ну и в конце, как бы там трагично все это ни звучало, да, мы не будем сейчас на себя одевать траур, потому что жизнь продолжается, да. Жизнь, она продолжается, ребят. Даже кого-то, если закрывают в этот момент в тюрьму, то у его друзей или у ее друзей жизнь продолжается. И так же у нас, мои хорошие, продолжается жизнь. И сегодня я хочу вам сказать, что сегодня оказывается день красоты. Так что я вас всех поздравляю. Будьте красивы и будьте счастливы. И будьте внимательны. Я вас очень прошу. Просто будьте внимательны. Лучше, знаете, 7 раз отмерить, вот лучше отмерить, чем 1 раз отрезать. Понимаете? Так что будьте аккуратны. Всем пока. Очень было приятно, что вы меня сегодня выслушали и прокомментировали. Это здорово. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok